Ох, это дело плохо пахнет, чувствую. Что ж, забираемся на лошадь и поехали в Дамаск. С вами Леон и мы продолжаем смотреть Assassin's Creed. Так, насколько я помню, вроде как здесь есть средневековые ограничения скорости передвижения на лошадях. Представьте себе. И поэтому охрана может на меня напасть, если я не буду соблюдать этот скоростной режим, скажем так. Сейчас будет довольно-таки длительный перелет из одного города в другой. Так, что? Так. Теперь еще учиться управлять лошадью. Так. Как там? Эй! Канина! Вот так вот, супер. Ага, понял. Спокойно, спокойно. Спешиться, голоп. Все, вот, поехали, побежали. Вот так вот, супер. Да, это вам не GTA, где можно угонять машину. Тут у нас угоняют лошадей. Чтобы собрать сведения об окружающем, используйте вид действия. А, ладно, не буду здесь спешить, иначе охрана по бокам начнет меня лупить за все мои проказы. Так, я так полагаю, вот эта точка синхронизации с окружением, надо бы на нее забраться. Так же, я понимаю, на меня могут напасть, если я это сделаю в открытую. Может и нет. Так. И вот, нужно находить новые подходы. Как я говорил раньше, что на каждое здание есть определенные места. Их нужно находить, чтобы эффективно забраться на них. Так, и по всей видимости, это у нас с этой стороны. Да. Так. Забираемся. Я говорил по поводу ошибок, которые допустили разработчики. Ошибки эти заключаются в том, что игра на первых порах очень интересна. Прямо действительно чувствуется разнообразие. Разнообразие и вся эта эпичность этого мира. Но, к сожалению, где-то вот на этом моменте нас начинает посещать такое чувство, что игра как раз состоит из этих вот маленьких вещей. Разнообразие, скажем так, на протяжении остальной игры. То есть, говоря, что мы видели за последние несколько минут. Мы видели, как мы убивали, мы выслеживали, крали. В общем, выслеживали, крали, убивали. В общем, и вот 9 жертв, которые идут по основному сюжету. Насколько даже я помню, их просто 10. Ну ладно, я точно не помню. Может, это я немножко проспойлерил. Так, маскировка. Ладно. Маскировка, так, маскировка. Все. Отстали. Так вот. Что и, в принципе, вот эти 9 жертв именно убиваются этими путями. Мы сначала их выслеживаем, крадем, выбиваем информацию силой, только потом убиваем. И это продолжается на протяжении всей игры с 9 жертвами. Скажу вам, это очень утомляет. Поэтому... Как бы это вам объяснить? Игра хорошая. Хороший задаток. В общем говоря, к счастью, разработчики во второй части учли все минусы, выслушали недовольных фанатов и сделали хорошую работу над ошибками. За что им большой плюс. Так как я прохожу сейчас первую часть, боюсь, мне придется просто-напросто это все терпеть. Ну, как терпеть? Думаю, по крайней мере, вам скучно не будет, так как за всем этим я буду наблюдать и комментировать, чтобы было гораздо интереснее. Помогу еще некоторые факты. Так, вот. Началось! Понеслась! Не хватает сейчас музыки из NFS-ки просто-напросто. Так, Луна. Это у нас Дамаск. По-моему, у нас здесь три больших города, если не считать Масиаф. Масиаф, в принципе, не такой большой, какой он может быть. Большой город. Так, что-то у нас Дамаск. Блин, какие-то фризы у меня пошли. И, надеюсь, Фрапс их не записывает. Так. Хорошо. Как вы мне дороги, охрана! Даже сама вот эта вот локация... Пошел в жопу! Бежать тебе некуда! О-о-о-о, ребята! Что им надо-то от меня? Наверное, просто-напросто клан Ассасинов не такой уж и... Клан, который хотят видеть на всех землях этой страны. Что ж. Я-то... Родители не выбирают, как говорится. Не виноват, что я такой. Ты чуть не убил. Да нужна ты мне, иди в жопу! Не убил я ее. Кстати, я так и не включил сабтитры. Надо их попробовать все-таки пока упать. Может, все-таки найду, где они включаются. Кстати говоря, вот эта фишка с флажками. 100 флажков собери там на одной локации, на другой. Это не все фишки, которые есть. То есть здесь можно еще собирать, допустим... Собери 100 сундуков, убери 100 тамплиеров. Метательные ножи поражают врагов издалека. Да ладно. Да ладно. Палец, кстати, у нас отрублен. Чтобы клинок... Мог с легкостью выскальзывать из руки. Вот. Вот таковы средневековые войны. Сурово и беспощадно. Так, вот у нас Дамаск. И здесь можно увидеть, что... Хулиганы Школоло домогаются до мирного жителя. Нужно бы ему помочь. Эй, вы! Ублюдки! Сейчас вы будете иметь дело со мной. Трогай меня, пожалуйста. Попробуй. Ты воплатишь за твои грехи! Так, стоять. Давай, давай. Покажи мне кунг-фу, мастер. Хе-хе-хе. А что такое? Опа! Красота. Харай орать, твою мать! Блин, весь эфир забил своим криком. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Круто. В общем, спасая мирных жителей, мы добиваемся некого. Респекта. Это недобрый знак. Ага, вот. Так. Отлично. Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть все, что вы можете пожелать. Убийца разбил выброса. Чем... Люди, подходите. Посмотрите на мои товары. Хорошо. Не нужны мне и даром твои товары. Кабачки я не люблю, баклажаны. Посмотрите на мои товары. Вы глазам своим не поверите. У меня много разных товаров. Даже слишком много. Так вот, получая определенный респект, спасая мирных жителей, мы тем самым облегчаем себя в жизни. Если в следующий раз за нами погонится стража, жители просто-напросто вступятся за нашу защиту. В нашу защиту или... Как правильно сказать? Неважно. Главная суть вы уловили. Так. Все, мы зашли в город, охраняемый этими охранниками Дамаска. В принципе, что? Мы теперь должны найти местное бюро ассасинов и поговорить там с Маликом, или как его там зовут? Или Малика убили? Блин, я, кажется, их путаю, но надеюсь, что вы поняли, о ком я. Так. Сначала нужно синхронизироваться с окружением, найти ближайшую башню и забраться на неё. Тебе что-то нужно? На перешение найти товар лучше, уверяю тебя! Так, ладно. Шайтан, 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 галашатый. Прикольная мелочь с этими галашатыми для повышения атмосферы средневековых рынков, там, людных мест. Однако во второй части у них появляется практическое применение, им можно действительно пользоваться. Но об этом, я не знаю, наверное, всё-таки во второй части прохождения об этом поговорим, потому что там и туториал на эту тему есть. Давай, забирайся, блин, Геракл. Так. Орёл. Кстати говоря, ещё не сказал по поводу дизайна самого нашего персонажа. Костюм его выполнен в стиле орла, поэтому... Альтаир, это, кстати говоря, от латыни, по-моему, переводится как Орёл. То есть, не всё так просто. Во всём есть смысл в этой игре, что, на мой взгляд, очень-очень-очень круто. Так, и, естественно... Ю-ху! Прыжок Веры! Так, что там? У нас на радаре появилось три значка. Кстати говоря, я не знаю, к чему бы это. Не трогай меня, пожалуйста. Отойди! Бежать некуда, старик! Я ни в чём... Очередной случай! Зачем ты это делаешь? Смерть неверному! Сверху голову! Хочу меня обидеть! Сверху голову! Сверху голову! Вот так вот, да, детка, сдохни нахер! Спасибо, сынок! Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Повторяется реплика. По-моему, разработчики насчёт этого пытались как-то обойти эту фигу. Пытались внести разнообразие, но я так и не заметил. Второй раз подряд одна и та же реплика. Ну, блин. Ладно. Несмертельно. Так, 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 так. Аккуратно, аккуратно. Кого-то подозревают. Вот. Кстати говоря, ещё такой интересный факт. Эй, секундочку. Что у нас здесь? Зачем он это делает? Да, для начала нам нужно собрать все сведения по поводу наших врагов. Так, надо занять какое-нибудь укрытие. Ты всё понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать моё присутствие в городе. У нас много глаз. Много ушей. Да, и много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я всё это знаю. Даю слово. Ладно. И побыстрее. У нас мало времени. Да, у этого типа акцент, как у хохла. Это всё знаю. И вообще я хаваю. Так, ну что, что ты стремишься? Давай, иди сюда, родной. Так, оглядываются, молодцы. Вот так вот. Да, тренировки не прошли даром. Всё-таки я научился грамотно грабить людей. Хе-хе-хе. Кстати, да, я так и не договорил. По поводу интересного факта. Когда начинается какая-то бойня... Да извините, пожалуйста, ребята! Хе-хе-хе. Начинается какая-то драка, то есть шанс того, что если я кого-то убиваю, то ближайшие войны могут не выдержать, скажем так... Не выдержать этого зрелища и избежать во время боя. Что тоже, по-моему, добавляет плюс к атмосфере реализма. Так. Слушай, ты! Иди в жопу от меня! Слушай, я его не могу зарезать. Что за фигня? Не подходи! Я оттеку тебе в голову! Я не могу на помощь! Кто напал на меня? Кто-нибудь, помогите! Опаньки! Что, хочешь? Хочешь, родной, знаю, что хочешь. Сдох, не родной. Хе-хе. Так, смотри-ка, а, какой подонок. Да ладно вам оморать, а! Что же вы покорёте, у меня аж голова болит. Хе-хе. Слава богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоём подвиге. Что у вас тут за тирания вообще происходит? Охрана просто охеревшая. Каждый второй подвергается нападению со стороны охраны. А теперь начинаешь больше верить в то, что говорит наш повелитель. Пять очков Гриффиндору. Хе-хе-хе. Так, что тут у нас? Кто такой? Рассказывай. Мир и покой тебе, Альтаюр. Полагаю, ты ищешь информацию о Тамире? Боюсь, мне нечем тебе помочь. Но Бахир может что-то знать. Он должен быть где-то поблизости. Бахир. Так, ладно. Побежали до Бахира, что ли? Началась гонка. Круто. По-моему, что не игра с открытым пространством, то везде гонки. По всему. По всем локациям, блин. Так, и никакой музыки. Почему? Такой экшен развивается. Я пытаюсь добежать до... Слушайте, я знаю, что это неприятно по поводу вот этих фризов. Повышение, понижение фпс. Но, блин, извините. Бывает. Смерть и ужас несут они нам. Самак один скачет им навстречу... Так, вот, я добежал, да? Да, в принципе, не так уж это и долго было. Нет о чем было, именно полторы минуты. Так они послали тебя? Интересный выбор. Хотя не мне судить. Рафик просил меня понаблюдать за базаром, который Тамир зовет своим домом. И вот что я обнаружил. У юго-восточных ворот собираются некие люди, которые не очень-то ладят со стражей. Попробуй заслужить их доверие, и наверняка они смогут тебе помочь. О, да. Так, тут еще одна точка синхронизации. Что ж, в принципе... В этой серии я, наверное, не добегу так до конца до... Да, блин, до филиала, в общем говоря, ассасинов. Что ж, закончу эту серию, да. Вот, в общем, подписывайтесь, спасибо за просмотр, и... Высокой синхронизации вам, Няше. Наш, он всегда был нашим.